Здравствуйте! В эфире новости. Я ее ведущий Константин Меркушев. Летние каникулы заканчиваются. На следующей неделе начинается новый учебный год. В связи с этим вчера в гимназии номер один состоялся августовский семинар. Подробности далее. 22 августа в гимназии номер один состоялся флэш-семинар на тему территория здоровья, спорта, патриотизма. Участниками первого августовского семинара стали руководители общеобразовательных учреждений, преподаватели ОБЖ и физкультуры, руководители военно-патриотических клубов, тренеры Дюш. Также на мероприятии присутствовали заместитель главы администрации по социальной политике Наталья Лапшина и директор управления образования Марина Дерягина. Мы начинаем сегодня неделю образования в городе Кумертал, которая пройдет с сегодняшнего дня и закончится 26 августа. В течение каждого дня у нас будут работать флэш-семинары, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы образования и соответственно будут решаться проблемы и мы обозначим главные задачи на следующий учебный год. Открылась семинар Наталья Михайловна, начав с представления нового министра образования России. По словам Натальи Михайловны, что почти всегда с приходом каждого нового человека вносится что-то новое. Также в своем выступлении Наталья Лапшина озвучила выбранные приоритетные направления развития системы образования в наступающем году. Первое приоритетное направление это учительство, это фигура учителя образования должна быть главной, она является главной. И мы должны обратить внимание на роль учительства и на его миссию. Второе это содержание образования, на что, к сожалению, в последние годы не было обращено внимание. И вот сейчас мы, к сожалению, с вами всегда, я надеюсь, знали, где вы еще учились в советское время, что все-таки чему учить. Это очень важно. И третье это воспитание, что тоже для нас очень важно в последние годы об этом. Но, скажем так, в самое последнее время уже говорят об этом, и очень правильно, что обращаются на это внимание. Но если это будет приоритетным направлением, то это будет, безусловно, необходимо и актуально сейчас. После общего собрания учителя и руководители предлагали свои варианты по развитию направления. В первом зале была поставлена задача развития кадетского движения в городском округе. По статистике, на 2016 год в городе действует 18 классов с общей численностью 457 человек. Направление в этой сфере растет, и это не может не радовать. Но на этом останавливаться никто не собирается. Наш проект кадетства, который в комплексе кадетства включает что? Зональный патриотический центр, систему работы всех кадетских казачьих классов, взаимодействие со всеми структурами через Зональный патриотический центр. Также обратили внимание, что на базе школьной программы открыть класс научной роты – космонавтики и авиации. Это было предложено первой и третьей школе, так как у них существуют классы с уклоном физики и математики. Программа это такая, программа это такая, какие-то, какие-то проекты. Но есть во всем этом и минусы. Все учебные заведения столкнулись с одной проблемой. Это слабая учебно-материальная и техническая база. Но из этого есть определенный выход – это помощь друг другу. Я очень прошу планировать свои мероприятия на нашей базе. Мы будем в любой момент готовы принять любой военно-патриотический клуб, любые соревнования. Впереди у нас неделя здоровья. Пожалуйста, тренируемся. Весной у нас традиционно к 9 мая идут смотры строя песни. Почему не провести для военно-патриотических клубов соревнования на базе нашей гимназии? То есть мы должны эту полосу использовать, чтобы она не простаивала. Кроме всего этого, было предложено выручать на соревнования к призерам денежное вознаграждение. Это еще одно решение проблемы. Первый день недели образования закончен. Впереди еще предстоит много работы. Все делается для улучшения образования в нашем городе. В летний период во всех образовательных учреждениях проводится ремонт, подготовка к учебному сезону. О том, какие изменения произошли в школе номер 10, узнавала наша съемочная группа. В этом году в 10-й школе за летний период была проведена очень большая работа. Благодаря усилиям учителей, родителей и самих учащихся, в учреждении произошло множество изменений и обновлений. Кроме сделанного косметического ремонта, установили стеклопакеты в кабинете кадетской роты. И полностью обновили раздаточную в столовой. Деревянное покрытие заменили на современное пластиковое. По словам директора школы, все это не было бы воплощено в жизнь без финансовой поддержки администрации города и активного участия родителей-школьников. Вот мы с родителями и с детьми живем очень дружно. Родители очень трепетно, во-первых, относятся. И по каждому зову они обязательно приходят к нам. Никто никогда не отказывал. И, во-первых, они сами контролируют работу, да, и сами помогают, сами советуют. И точно так же, конечно, отношение родителей отражается на отношении детей. Дети тоже помогают с удовольствием. Вот мы кадетскую роту переносили, перевезли на первый этаж. Сейчас вечерняя школа от нас выехала. И мы заняли кадетскую роту. И дети с удовольствием помогали, переезжали с третьего этажа кадетской роты теперь на первый этаж. Ценя отзывчивость и старания своих учащихся, руководство школы стремится создавать для них наилучшие условия обучения. Ежегодно улучшается база материально-технического оснащения. Этим летом были закуплены четыре мультимедийных учебных проектора для интерактивных занятий. В кабинет кадетской роты приобрели мобильный класс, ноутбуки и колонки. Также в этом году был полностью изменен внутренний дизайн школы. Необычно выкрасили стены в несколько цветов. Более яркие на первом этаже для начальных классов и более спокойные на втором. Коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с родителями учащихся. Вы знаете, без родителей, конечно, нам очень тяжело обойтись. И, как правило, попадаются хорошие родители, которые не безразличны к судьбе своего ребенка. Особенно, когда дают они в первый класс, они стараются как-то создать условия для своего ребенка. Все-таки дети находятся много времени в школе. Поэтому родители в этом, наверное, и заинтересованы. Стараются по возможности помогать, оказывать участие в ремонте школы, кабинета. Косметические ремонтные работы в школе почти завершены. В ближайшее время планируется начать капитальный ремонт крыши и замены кровли. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году подходит к концу. Практически во всех детских садах подрядчики делают ремонт. В некоторых изменения весьма масштабные. Как доустроительные работы узнавал глава администрации города Борис Беляев. 22 августа глава администрации Борис Беляев совершил рабочий визит в недавно отремонтированные детские сады города Кумертау. Борис Владимирович ознакомился с текущим ремонтом в детских садах «Березка», «Красная шапочка», «Золотая рыбка» и «Ромашка». «Мы же там поменяли окна. Ну вот мы только что проходили. В непоседах? Ну, наверное. В непоседах окна не меняли? Ну вот в такой же, в раздевалке поменяли. Мы поменяли окна в раздевалке. Тоже что заходили. Там прохладно, говорите. Тут тоже там прохладно в раздевалке. Там не переодеваются. Или окна нормальные здесь? Нет, то есть, ну ладно. Где-то более косметический, где-то более серьезный ремонт. Обновление групп, благоустройство территории. Все это нужно для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Напомним, что на ремонт дошкольных учреждений в этом году из республиканского бюджета выделено 2 миллиона рублей. Из городского бюджета более 6 миллионов рублей. На эти средства меняются старые деревянные окна на современные пластиковые. Также закуплена новая детская мебель, оборудованные спортивные залы всем необходимым. В дошкольном учреждении «Ромашка» подходит к концу ремонт бассейна. Изюминкой стала саморегулирующая вытяжка для поддержания температуры. Вытяжка, кажется, вон, да? Да. То есть выставляете режим? Если отставать воздух, когда вы придете, нагнетаете его. Если на нас... Выкладываете, что ты знаешь, нужно антронировать. А вот в детском саду «Золотая рыбка» предусмотрена одна группа для детей с ограниченными возможностями. Здание полностью соответствует для таких дошкольников. Это единственная группа, она пусть краткосрочная, на 2-3 часа сюда дети попадают, не кушают, но зато у мамы есть возможность вот их сдать. А что они тут делают? Вот они приходят у нас, у них там есть приемная пока, которую мы сейчас хотим демонтировать. Приходят и специалисты по графику работают ликотека с каждым ребенком отдельно. Приходят специалисты, их, так скажем, разбирают в музыкальный зал, в бассейн, в спортивный зал. Глава администрации обратил внимание на специальное кресло для детей с ограниченными возможностями. По словам директора, эта мебель была подарена благотворительным фондом. Также в физкабинете стоит оборудование для приготовления кислородного коктейля. Глава сам оценил этот напиток. Мы подравили, мы сделали какой-то вот такой график, удобный для них. В дошкольном учреждении «Красная шапочка» ремонтные работы полностью завершились. Выделены средства использованы, детские комнаты благоустроены. Все готово к началу учебного года. В этом году из местного бюджета нам была выделена сумма денег, которая направлена была на замену старых оконных блоков на новые пластиковые. В том числе мы смогли заменить запасные выходы, тоже старые запасные выходы убрали, поставили пластиковые выходы. Плюс ко всему, в этом году мы сделали реорганизацию в плане помещения туалетных комнат, которые тоже не соответствовали требованиям СанПИН. Мы полностью провели реконструкцию, поломали ненужные перегородки и отремонтировали все туалетные комнаты. Вот за летний период мы подготовили полностью весь корпус для того, чтобы детям было комфортно, уютно и безопасно. Комиссия во главе сграда начальникам уже сложила свое мнение о проделанной работе. Теперь оценка за детьми и их родителями. Садик должен привлекать себя прекрасным видом, хорошим ремонтом, хорошим питанием и прекрасным педсоставом. Наверное, это самое главное для ребенка. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Будущее нашей страны – это малый бизнес. Помощь в его становлении просто необходима. В этом году в Кумертау на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено 95 миллионов рублей. 22 августа в здании администрации города состоялось заседание Координационного совета, в рамках которого были перераспределены средства по направлению поддержки малого бизнеса. Подробнее в нашем следующем репортаже. Вчера в здании администрации городского округа прошло третье заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Кумертау». С 6 по 25 июня прошел конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъектам малого бизнеса из муниципального бюджета. Выделенные средства полностью использованы в размере 3 миллионов рублей. На реализацию муниципальной программы поддержку получили 9 предпринимателей, которые взяли на себя обязательство в срок до февраля 2017 года создать 20 новых рабочих мест. Из них двое получили поддержку на стартап, двое на уплату лизинговых платежей, три предпринимателя получили субсидию на приобретение оборудования, один на уплату процентов по кредитам и один на социальное предпринимательство. Теперь, по словам Бориса Владимировича, стоит самая сложная задача – освоение средств из федерального и республиканского бюджета – 95 миллионов рублей. По видам поддержки эти суммы будут распределены пропорциональное распределение средств из муниципального бюджета. Мы приняли тоже решение. На стартап – 19 миллионов, на лизинг – 38 миллионов, на оборудование – 33 миллиона рублей, на социальное предпринимательство – 4,8 миллионов рублей. Изначально перед городом была поставлена задача выдать субсидии не менее 8 субъектам малого и среднего предпринимательства и республиканского бюджета и не менее 88 с федерального бюджета. Итого мы должны, повторюсь, мы уже на эту тему говорили, не менее 96 получателей поддержки на 95 миллионов рублей. В среднем практически по миллиону, так понимаю. Если поделить, в среднем по миллиону надо дать. В связи с проблемой малого и среднего бизнеса в малых городах, субсидии на предприятиях менее 1 миллиона рублей не позволят добиться модернизации экономики. Необходимо создавать производство, организовывать рабочие места. Для этого нужно покупать дорогостоящие оборудования. Поэтому глава администрации предложил все-таки оставить лимиты по видам поддержки без изменений. Нам посоветовали с Госкомитета предпринимательства, что как есть в программе, так и должно быть и у вас. Решение Координационного совета не имеет права менять здесь цифры. Поэтому это может быть нарушением прав предпринимателей. Потому что программа одна, все программы читают, все смотрят, все знают, она у нас в интернете. А бац, заявляются, а там окажется меньше. Поэтому это может быть нарушением и законодательства. Ну, нам так, по крайней мере, объяснили в Госкомитете. В итоге единогласным решением лимит по видам поддержки оставили без изменений. На стартап будет выделяться до 500 тысяч рублей. На лизинг до 15 миллионов рублей. На оборудование до 15 миллионов рублей. И на социальное предпринимательство до полтора миллиона рублей. В администрации района прием граждан провел член Комитета Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров. Жители района обратились к сенатору с различными вопросами и предложениями о содействии. Так, одним из важных тем социально-экономического значения является необходимость возобновления производства на Ермолаевском СВК. От работы этого предприятия зависит занятость населения и налоговые поступления в местный бюджет. Рафаил Зинуров обещал лоббировать решение проблемы в различных ведомствах и властных структурах. Обращения также касались работы музея Кензи Арсланова. Обеспечение инженерными сетями новых микрорайонов села Ермолаева. Содействие в выделении средств для асфальтирования улиц в деревне. Подготовка и другие вопросы. На днях журналисты Южного межрайонного творческого объединения собрались на традиционный ежегодный семинар. Куюргазинская земля гостеприимно встретила журналистов. В работе семинара приняли участие глава администрации района Ахат Кутлу Ахметов, а также председатель Союза журналистов республики Артур Девлетбаков. Перспектива развития средств массовой информации и новые тенденции в этой сфере. Эти вопросы обсуждались с журналистами на семинаре Южного межрайонного творческого объединения. Каждый год место проведения форума меняется. В этом году гостей встречала Куюргазинская земля. Об увиденном мастерам слово будет что написать. Предложенная экскурсия была познавательной и интересной. Перед началом пленарной части участники семинара побывали на родине писателей, поэта и драматурга Боизита Бикбая в деревне Калтаева. Посетили музей имени Газиза Аль-Мухаметова. Члены делегации посмотрели также знаменитый сероводородный источник в селе Якутово. Затем гости возложили цветы к памятнику Боизиты Бикбая и обелиску участникам Великой Отечественной войны. Пленарная часть состоялась в Доме культуры села Новому Рапталово. Перед началом обсуждения вопросов повестки дня гости посмотрели концертные номера с участием детских танцевальных коллективов и сольных исполнителей районного дома культуры. Участников творческого форума поприветствовал глава администрации района Ахат Кутлахметов. Мы рады приветствовать вас на нашей благодатной Кургазинской земле. Нам приятно, что именно наш Кургазинский район стал местом проведения юбилейного 10-го семинара журналистов Южного межрайонного творческого объединения. Ахадив Датович рассказал о славной истории и богатых традициях Кургазинского района и о социально-экономическом положении муниципалитета. В ходе семинара его участники говорили о правовых нормах в работе журналистов, о том, как сохранить печатные издания и сделать их еще интересней. За плодотворную и добросовестную работу в средствах массовой информации ряд журналистов были награждены почетными грамотами Союза журналистов. Семинар стал площадкой для обмена опытом, общения и решения определенных задач и проблем. Работа завершилась обсуждением планов и задач. В следующем году подобный форум пройдет в городе Ишимбай. Это была последняя новость. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.